МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Руины трехтысячелетней армянской крепости были найдены в козере Ван в Западной Армении. Министерство обороны Республики Армения. Попытка проникновения диверсионной группы предотвращена. У противника есть потери. Школа Азаврета в Джавахе будет отремонтирована. Лавров озвучил главные договоренности Путина и Эрдогана. Сирийская армия отразила атаки террористов на трассе Дамас-Калепа. Студенты в Дерсиме отметили 8 марта. Выставка Дали и Пикассо откроется в Ереване. На дне озера Ван в Западной Армении найдены остатки трехтысячелетней крепости. Считается, что крепость принадлежит армянской цивилизации Железного века, также известной как Королевство Ван Урарту-Арарата. Исследователи-аквалангисты на дне озера Ван обнаружили удивительно хорошо сохранившуюся крепостную стену. Предполагается, что каменное сооружение было построено урартами-армянами, поскольку такие камни использовались при цивилизации. Крепость, а также ряды деревень и поселений в этом районе были построены в то время, когда уровень воды был намного ниже, чем сегодня. Озеро Ван имеет много секретов. Учитывая все это, специалисты работают над раскрытием секретов озера. По словам экспертов, найти крепость на дне озера – это чудо. Королевство Ван было древней страной в горном регионе к юго-западу от Черного моря и к юго-западу от Кацпийского. Сегодня регион разделен между Арменией, Западной Арменией и северо-западным Ираном. Как сообщили в прислужбе Министерства обороны, Армении 6 марта около 5.30 утра азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении одной из боевых действий на северо-восточном направлении границы Армении. Благодаря грамотным действиям личного состава противник понес потери, был отброшен на исходную позицию, оставив боеприпасы и миноискатель. С армянской стороны потерь нет. Один военнослужащий получил легкое ранение. Обстоятельства происшедшего уточняются. Анализ действий показывает, что для данного диверсионного проникновения, осуществленного прошедшими спецподготовку военными, противник провел особые подготовительные работы. Примечательно, что для разминирования использовался. Здание школы в селе Азаврет уже много лет находится в аварийном состоянии. В прошлом году сельчане проводили акции протеста, пока власти не пообещали, что будет построено новое здание. В то время депутат Энзель Мкуэн пообещал, что в 2020 году будет построено новое здание. Сегодня он вновь повторяет, что вопрос со школой будет решен в этом году, что здание будет капитально отремонтировано. Школа села Азаврет была построена еще в 1957 году, и до сих пор основательные ремонтные работы не проводились. Проект будет реализован Министерством образования, науки, культуры и спорта и Фонда муниципального развития Грузии. Азаврет был основан армянами, которые эмигрировали из Карина и Разрума в 1830 году. В четверг, 5 марта, в Москве состоялись переговоры Путина и Эрдогана, которые длились более шести часов. По завершении встречи российский лидер назвал переговоры трудными, но конструктивными. Отметив, что Москва не всегда согласна с Анкарой в оценке произошедшего в Сирии. Тем не менее, удалось достичь договоренности, которые должны принести выдлить мир. Как указал Лавров, оба президента согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет. Москва и Анкара обязались уничтожить все признанные СБ ООН террористическими группировками. Кроме того, все боевые действия будут прекращены по существующей в Идлибе линии разграничения. С 15 марта Турция и Россия будут вместе патрулировать трассу М4 к северу-югу, от которой будет создан коридор безопасности. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает Арман Пресс со ссылкой на РИА Новости. Террористы-предприниматели попытки атаковать передавали на позиции армии. Под огнем находилась как сама трасса, так и поселение в районе города Саракеп. Основной удар террористов пришелся на позиции в районе поселения Дадих. Артиллерия сирийской армии вела плотный огонь по воскоплениям техники и живой силе боевиков. Столкновения прекратились после объявления накануне перемирия. Напомним, что в Москве после шестичасовой встречи Путина и Эрдогана было объявлено о перемирии в Идлибе. Студенты университета Манзур в Дырсиме выступили с заявлением во время мероприятия, организованного по послучию Международного женского дня 8 марта. Дозунг «Жизнь, Жить, Свобода» был скандирован в объявлении, в котором приняли участие многие студенты. Выступая от имени студентов, Сехер Алкан отметил, что созданная политикой государственной безопасности. Мирный город Тунджели полон случаями жестокого обращения, изнасилований и насилия. Есть тысячи историй о преследованиях, изнасилованиях и насилии, сообщаемых в социальных сетях. Большинство из них не освещены на телевидении, где жизнь, там женщины сражаются и будут продолжать сражаться. Полный материал доступен на нашем сайте. В Национальной галерее Армении выставка «Дали Пикассо», о которой panorama.am писали несколько дней назад, будет работать с 7 марта по 26 апреля. Об этом сообщают из НГА. Выставку «Дали Пикассо» представляет Национальная галерея Армении и Фонд искусства наций. На выставке будут представлены 260 произведений Сальвадора Дали и Пабло Пикассоев с частной коллекцией Александра Шатрина. Проект был представлен в 11 странах. Руководитель проекта Арман Сатурян, куратор Мариан Давтян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию комитас Гаруна. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!